В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. В Бишкеке спецслужбу задержали Камчи Кальбаева. Информацию об этом, распространенную в соцсетях, подтвердили в ГКНБ. В комитете, правда, пока не сообщают других подробностей. За что задержали Кальбаева? В рамках какого уголовного дела? Судя по опубликованным в сети фотографиям, его задержали в спортклубе «Авангард» по улице Аллы Токамбаева. Камчика Кальбаева, отметим, в Кыргызстане называют одним из самых влиятельных криминальных авторитетов, имеющим в преступном мире статус вора в законе. В 2011 году властями США был официально признан одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесен в список так называемого «братского круга». В декабре 2012 года был экстрадирован из Дубая. Он был арестован по обвинениям в похищении человека, разбое, создании преступного сообщества и другим статьям. Однако в ходе судебного разбирательства свидетели и потерпевшие стали отказываться от данных ранее показаний. Верховным судом Кальбаев был осужден на три года тюрьмы, из которых он отсидел всего год, после чего его выпустили на свободу. В Верховном суде выявлены факты коррупции и утечки сведений, составляющих служебную тайну. Об этом сообщает ГКНБ. Как отмечается антикоррупционной службой комитета, были получены данные о причастности отдельных должностных лиц Верховного суда и некоторых IT-компаний к ряду преступлений, связанных с разработкой и внедрением автоматизированной информационной системы местный суд в органах судебной власти. Грантовые деньги на их разработку 4 года назад выделило представительство Европейского союза. По данным следствия, руководитель IT-компании в сговоре с руководством Верховного суда присвоил основную часть полученного гранта и предоставил неработоспособный и устаревший программный продукт, который до настоящего времени не принят на баланс и теряет техническую поддержку. Также отмечается, чтобы скрыть этот факт, руководство Верховного суда решило заключить фиктивный договор с другой IT-компанией на разработку нового программного продукта, но уже на бюджетные средства на 8 миллионов сомов с последующей подменой непригодной программы. В комитете сообщают, сейчас ведется досудебное производство по статье «Коррупция». В Карасуйском районе Ужской области милиция задержала крим авторитета, который вымогал у местного жителя. Как сообщили в пресс-службе МВД, ранее в милицию обратился мужчина с заявлением, что на протяжении нескольких месяцев ему угрожает член ОПГ и требует у него либо 100 тысяч суммов, либо земельный участок. При получении части вымогаемой суммы рекетира повязали. Им оказался 34-летний член ОПГ, имеющий в криминальных кругах статус положенца района. Задержанный ранее был судим за разбойное нападение в России. ГКНБ сообщает, что поймали завербованного джихадистами каргастанца, собиравшегося примкнуть к террористической группировке в Сирии. Как сообщает пресс-служба комитета, он был задержан по маршруту следования в Сирию и водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. Отмечается, что сейчас чекисты проводят работу по установлению и задержанию лиц, причастных к этому каналу вербовки и переправки рекрутов. Еще один бывший министр вызван на допрос в Финпол. Как сообщается, речь идет об Актыгуль Джейнбаевой, которая в предыдущем Кабмине возглавляла Министерство финансов. По какому уголовному делу она вызвана на допрос, пока не сообщается. Напомним, в конце сентября в ее кабинете сотрудники ГСБ с участием спецназа проводили обыск. Тогда сообщалось о нецелевом использовании средств на представительские услуги. По бюджету планировалось выделить более полутора миллиона сомов, а было потрачено шесть миллионов. Продолжается кадровая чехарда. Сегодня исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что уходит с поста временного градоначальника. По его словам, такое решение он принял после того, как вчера вечером он переговорил с исполняющим обязанности президента Садарем Джапаровым. Тюлеев добавил, что исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва Бишкекского горки Неша, то есть 11 апреля следующего года, будет первый вице-мэр Алмаз Бакитаев. Накануне, напомним, в мэрии произошла потасовка между противниками и сторонниками Тюлеева, которая едва не переросла в драку. Разнимать стороны пришлось милиционерам. СМИ распространяют информацию, что на кресло мэра столицы претендует организатор вчерашней акции против Тюлеева, некий Тарахан Джунузбеков. О нем известно, что на прошедших выборах в Джугар-Кукинеш он баллотировался в составе партии Мекенчиль. Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Уже несколько недель подряд фиксируются ежесуточные случаи смерти. За минувшие сутки, по данным Минздрава, от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Два пациента в Бишкеке и по одному в Баткенской и Ожской областях. Всего таким образом число жертв пандемии возросло до 1222 человек. Не снижается и ежесуточный прирост новых случаев заражения. За последние сутки диагноз ковид подтвердился еще у 547 граждан. Лидером по числу новых заболевших стал Бишкек. В столице выявили 123 новых случаев за сутки. Затем идет Баткенская область. Там 90 случаев. Меньше всего новых случаев заражения вчера было в Нарынской области. Всего 4 человека. Всего же за все время пандемии в нашей стране, начиная с марта по сегодняшний день, ковидом заразились 54 тысячи 6 человек. Это только выявленные медиками случаи. Сколько на самом деле точных данных нет. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»